Добрый день! Сегодня наша тема посвящается немного миру, что происходит сейчас в мире и и как эти события, например, война, помогают дальнейшему существованию туркменского режима. Возьмем еще с прошлых лет, со времен Ниязова, если взять, то вот это вот событие в соседнем Афганистане, это очень много отвлекало дипломатов и правозащитных организаций от туркменского, внимания туркменского режима. Почему? Потому что Ниязов выдумывал всякие переговоры, перемирия, что он там посредник, что сейчас успокоится в Афганистане, он наведет там порядок. И таким образом, как будто хотел показать свою гуманную деятельность, направленную на стабильность в Центральноазиатском регионе. Но, однако, он здесь имел в виду другое, в смысле имел свою выгоду. Все прекрасно знаете, что производят в Афганистане. И этими своими встречами он внедрялся в эту индустрию, да, он успешно туда влез, и он пока там сидел до 2011 года, пока эти там не совершали преступные действия в другом конце мира, он с ними встречался, они приезжали к нему и он их поддерживал. Теперь Берд Мухаммедов пользуется теми же правилами, которые пользовался Ниязов. С 2012 года, как только началась война в Сирии, это все отвлекло внимание от туркменского режима. Внимание остального активного западного мира, демократов, дипломатов, правозащитников. И он сумел. Дальше война началась на Украине. В 2016 году воспользовался, поменял конституцию. И в 2017 году переизбрал себя на семилетний срок. И, как вам известно, в прошлом году, в марте месяц, он своего сына 12 марта избрал президента Туркменистана. Это делает для того, чтобы скрыть свои преступления уже правлением своего сына, чтобы забыли о его преступлении. Вот эти вещи, вот продолжение существования режимов связано непосредственно мировой политикой, войной в любом конце мира. Казалось бы, в мире существует некое правило демократии, что надо разобраться с такими преступниками и президентами, как наш президент Туркменистана, ныне председатель Верховной Палаты. И его сын тоже теперь преступник. У него президент Туркменистана, да? Он продолжает деятельность своего отца. Значит, следовательно, он тоже преступник. Хочу сказать, что вот это все продолжается из-за того, что нет реального внимания и чистки по всему миру от этих режимов. Народы то там, то здесь страдают без работы, умирают в тюрьмах, незаконно их арестовывают, сажают, преследуют. Надо провести, давно пора провести мировую чистку диктаторов. Да, и начинать надо это откуда? Из Туркменистана, где 30 лет бушует режим, продает газ, не называет цену, не называет объемы проданного газа, продаваемого газа. И этот деньги за газ, за проданный поступает на личный счет президента Туркменистана. И он распоряжается этими деньгами. А народ сидит без денег, без работы. И тюрьмы или гастарбайтеры за рубежом просят работу. Вот это надо, пора заканчивать, пора заканчивать с диктаторами. Надо провести мировую чистку этих диктатур. Человечеству дать возможность дышать, жить, работать, созидать, строить свое будущее. Диктатура это против человечества. Я сейчас написал одно стихотворение, касающееся нашей туркменской ситуации. Я вам его прочту. Пожалуйста, послушайте. И я хотел бы попросить вас, чтобы вы поделились этим видео, чтобы побольше видели и слушали наше мнение. Подписчиков я прошу. Стихотворение я назвал «Вселенная просит». Ныне слишком много вреда вокруг. В мире происходящего кровь стынет. Чертво и души нашу страну грабит. Народ без работы милости не просит. Чем помочь народу Туркменистана? Там у диктатора совесть продажная. Кто его остановит? Герои в изгнании. Туркмени в чужбине работу просят. Такова истина ныне в Туркменистане. В солнечном раю, там где растут дыни. Амударья, мургаб и сумбар намели. Диктатор продает газ и взятку просит. Подытожу мысли, ибо не будет конца. Прошел от СИЗО МНБ до ООДНДП. Ах, мургаб и скажу. Еще придет время. Немного осталось. Вселенная просит. Уважаемые соотечественники, обращаясь к вам, мы обязательно вернемся. И мы сотрем с лица Туркменской земли этот диктаторский режим Курван Гульберда Мухаммедова. И вы получите свободу, работу. И вы будете строить будущее своим потомкам. Я всем желаю здоровья, добра и благополучия. До следующих встреч. Благодарю за то, что вы меня внимательно послушали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА